Гнотисе Аутон – «Познай самого себя». Две тысячи лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале XX века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает всё в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времён Павлова изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если её ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке в авторской программе «Медицина в контексте» с Мариной Аствацитурян на Первом медицинском канале. Гридунов Дмитрий Александрович, доктор биологических наук, в заведующей лаборатории технологии молекулярной диагностики Института молекулярной биологии имени Ингельгарта РАН, окончил Московский инженерный физический институт в 1999 году. В том же году поступил в аспирантуру Института молекулярной биологии, где в настоящее время занимает должность заместителя директора по научной работе. Научные интересы Дмитрия Гридунову связаны с исследованием молекулярных механизмов лекарственной устойчивости микроорганизмов и вирусов, а также с разработкой наборов реагентов для диагностики инвитро с целью идентификации ДНК и белковых маркеров, ассоциированных с социально значимыми заболеваниями. Он автор более 70 статей в рецензируемых научных изданиях, а также главмонографиях, обладатель 31 патентов, ключи опять зарубежных. Среди профессиональных наград Дмитрия Александровича Гридунова премия «Галена» в России 2014 года за лучшее медицинское изделие, произведенное в России. Это технология гидрогелевых биочипов для медицинской диагностики. Дмитрий Гридунов в студии «Медицины в контексте». Здравствуйте, Дмитрий. Как вы знаете, наша программа посвящена человеку биологическому. Современные представления об этом человеке во многом, в значительной степени, опираются на его геномные данные. Проект «Геном человека», который ознаменовал конец 20-го, начало 21-го века в науке, он имеет отчасти российские корни, это тоже общеизвестно. Российские геномные исследования они развивались во многом благодаря новому подходу. Этот подход был основан на принципе, определенном, о котором мы еще будем говорить. И он во многом определил вообще развитие всех этих исследований, поскольку он предлагал новый способ изучения биологических макромолекул, ДНК и белков. Этот подход придумал и разработал Академик Мерзобеков более 30 лет назад. Тогда это было совершенно революционно, ново, но сохраняет актуальность. И вот об этом мы поговорим, потому что этот подход основан на биочипах. Биочипы – инструмент персонализированной медицины 21-го века. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте, Марина. Сегодня поговорим о технологии биочипов, о том, как она развивалась, и о тех приложениях, которые сегодня действительно вышли в клиническую лабораторную диагностику и позволили, пожалуй, решить определенные задачи в плане лечения больных. Ну, собственно, в плане лечения больных. Итак, ну вот действительно технология биочипов, она зародилась 30 лет назад, в конце 80-х годов. Несколько групп, в том числе и группа академика Андрея Дарьевича Мразобекова, директора Института молекулярной биологии имени Ингельгарда, предложила свои подходы. Изначально они были основаны на секвенировании генома. То есть было постулировано, что такие вот матрицы с закрепленными в них ДНК зондами позволят расшифровать фрагменты генома посредством гибридизации неизвестного фрагмента ДНК с этими самыми олигонуклеатидными зондами. И, собственно говоря, несколько групп. Группа академика Мразобекова у нас, югославский ученый Дармонак и Черквенников, и тогда уже Нобелевский уряд С. Эдвин Саузерн в Великобритании одновременно, буквально в течение года, опубликовали и запатентовали свои предложения. Ну, собственно говоря, наверное, ключевым элементом вот такого классического понятия биочипа или то, что в английском транскрипции microarrays, это матрица элементов с биологическими зондами, закрепленными на плоской поверхности. Вот здесь как раз таки и показаны некие варианты предложений таких чипов, то есть вот, например, такие исходные варианты микрочипов, которые предлагались в нашей лаборатории, тогда еще совместно с Аргонской национальной лаборатории США. Микрочипы в формате вот здесь такие нано-ячеи, нано-сферы, закрепленные на концах жгутов от компании Illumina. Ну, вот сегодня компания Illumina всемирно известный лидер высокопроизводительного секвенирования, но начинали они действительно с микрочипов, и, собственно, весь хай-тек, который был сделан, это их, собственно говоря, залог успеха. Итак, ключевым элементом биочипа является матрица с зондами, матрица ячеек, каждая из которых содержит уникальный зонд, содержащий свою собственную молекулу, распознающую ответную мишень в анализируемом образце. И вот одновременно проводимые в ячейках, в матрицах, реакции по биологическим законам, это может быть взаимодействие ДНК зондов друг с другом, это может быть реакция антигена, антитела, белок-легант и так далее, определяет, собственно говоря, то, в какой из ячеек биочипа произошло специфическое связывание, и тем самым мы реализуем принцип многопараметрического анализа биологического образца, когда в едином реакционном объеме вот этот самый образец анализируется на большое количество различных параметров. Все эти параметры и закреплены вот в этих ячейках матрицы. Собственно говоря, таким образом, биологические микрочипы, подобные электронным микрочипам, и предназначены для обработки большое количество различной информации. В данном случае, то информация, которая заложена у нас в ДНК или же в белках и так далее. Ну, давайте вот еще раз возвратимся к моменту, собственно говоря, как изготавливают биочипы, и что вот здесь схематично, на этом видео показано, как происходит нанесение. Вот такой робот с наноигвой наносит отдельную каплю на подложку, а цвет означает, что каждая капля содержит свой отдельный биологический зонд. Дальше под действием ультрафиолетового облучения происходит закрепление зондов на подложке чипа, и тем самым такой биочип можно использовать в различных реакциях. Ну, например, полимеразно-цепной реакции, где идет термоциклирование при высокой температуре, но при этом зонды остаются в своих местах посадки. Это очень важно для предотвращения контоминации, то есть они не мигрируют. Мигрирует только анализируемый образец. Ну, вот одним из основателей технологии биочипов был Андрей Давидович Мирзабеков, директор Института молекулярной биологии. И на самом деле, то, что он постулировал порядка 30 лет назад, позволяет и сегодня оставаться этой технологией конкурентоспособным. Во-первых, он предложил закреплять на матрицах молекулярные зонды не на плоской поверхности, а вот в таких трехмерных полусферах. Это ячейки гидрогеля. И действительно, вот такая, мы называем ее, иммобилизация, то есть закрепление зондов на поверхности, или же в некой трехмерной структуре, действительно имеет ряд колоссальных преимуществ, которые и, собственно, позволило развить эту технологию применительно к медицинской диагностике. Вторым важнейшим аспектом, который им постулировал, это флуоресцентная детекция. 30 лет назад все предпочитали использовать радиоактивную метку, но сегодня, как мы знаем, флуоресценция, это, собственно говоря, наша повседневная жизнь. И действительно, такой метод и гораздо более чувствителен, и существенно дешевле, опять же, что немаловажно для практических применений. Ну вот сейчас мы покажем, как наносят зонды, молекулярные зонды на подложки уже в современном варианте биочипа, в таком варианте пластиковом. Во-первых, вот здесь микропланшет, в который предварительно помещают молекулярные зонды, смешанные с фрагментами гидрогеля. И вот таким образом, видите, вот такие подложки, напоминающие шоколадки, и робот, захватывая элементы из определенного ковруца микропланшета, переносит на подложки, вот эти вот пластиковые подложки, с точностью 5 микрон, капли объемом 0,1 нанолитра. То есть вот такая технология, достаточно быстро и эффективная, поскольку подложки производятся в нашей стране методом литья под давлением. Это наше действительно ноу-хау. Мы можем наносить в течение рабочего дня порядка 3 тысяч биочипов. То есть это, в общем, достаточно высокопроизводительное производство. Что очень важно, что на каждой стадии идет контроль качества биочипов. Каждый биочип, выходящий, так сказать, наружу из производственных мощностей, он проверяется несколько раз, и тем самым достигается очень высокая точность для того, чтобы избежать ложноположительных результатов или ложноотрицательных результатов в медицинской диагностике. То есть врачи должны быть уверены в том, что действительно тот результат, который они получили, это действительно результат анализа на ЧП. Вот как выглядит биочип в процессе производства. То есть вот те шоколадки, которые я говорил, они впоследствии разрезаются лазером на определенные кластеры, а чтобы пользователям было удобно использовать их, то есть не работать с какими-то малыми и скользкими деталями. Биочип вкладывается вот в такой держатель формата предметного стекла, то есть достаточно удобный для манипулирования, и сверху закрывается реакционной камерой, в которой, собственно, и происходит анализ. Как происходит анализ? То есть на биочип, в биочип, вот видите, вот эти полусферы, каждая из которых содержит свою собственную молекулу, они здесь схематично показаны. Разными фигурками. Да, разными фигурками. И, что важно, анализируемый образец, предварительно флуоресцентно меченый, молекулы образца взаимодействуют по принципу ключ-замок с теми зондами, которые закреплены в ячейках биочипа. Ну вот посмотрим, как это выглядит на практике. Вот происходит раствор анализируемого образца, и молекулы ищут свои места посадки. Там, где произошло специфичное связывание, соответственно, мы получили картину, которая определяет сигнал. То есть в этой ячейке мы видим яркое свечение флуоресценции. И вот одно из таких классических понятий совершенного и несовершенного гибридзационного комплекса, который используется вот на биочипах, ключевое понятие, а именно в случае полного соответствия последовательности закрепленного в ячейке зонда и молекулы анализируемого образца, в данном случае ДНК, по правилам комплементарности Чаргофа, мы имеем в соответствующей ячейке яркий флуоресценный сигнал. Такой комплекс называется совершенным гибридзационным комплексом. В случае даже одного неспаренного основания, то есть аденин с гуанином не взаимодействует, мы понимаем, что взаимодействие не будет специфичным, не будет полным, и такой сигнал будет иметь интенсивность флуоресценции на несколько порядков меньше. И, собственно, вот это ключевое свойство биочипа и позволило нам создать и экспериментально обосновать процедуру идентификации, одновременной идентификации на биочипе множество клинически значимых точечных мутаций, которые ассоциированы с различными заболеваниями, с их проявлениями, с метаболизмом лекарственных препаратов, с лекарственной устойчивостью микроорганизмов и вирусов, и, собственно, с различиями в геномах патогенных и не патогенных бактерий. Вот, пожалуй, это тот принцип, который сегодня используется во всех ДНК-гибридзационных чипах. Для начала я буду говорить о них. И, впоследствии, собственно говоря, он и определил, ну, скажем так, создание продуктов для клинической лабораторной диагностики. Как происходит стадия анализа с использованием биочипов уже в медицинской лаборатории? Ну, для начала берется биоводический образец, это может быть капля крови, это может быть образец из легких, назофрингеальный мазок и так далее. Обрабатывается, выделяется нуклеиновая кислота, ДНК или РНК. Далее все мы, благодаря коронавирусу, знаем, что такое ПЦР. Соответственно... Умножается она. Да, происходит амплификация соответствующих геномных локусов. И далее вот этот раствор, ПЦР-раствор, он наносится на биочип, то есть манипуляция достаточно простая, и в течение определенного времени инкубируется при 37 градусах или при комнатной температуре. И вот далее все в автоматическом режиме. Поскольку произошло специфическое связывание, мы можем зарегистрировать это связание с использованием специального прибора и проанализировать его на компьютере. Ну, вот так выглядит прибор. Вот, собственно говоря, некая схема чипа, соответствующая тому, что заложено в самих ячейках. Все это делается автоматически. То есть разработчики конкретной системы, конкретного биочипа, они сами подбирают условия и рассчитывают пороговые сигналы таким образом, чтобы персонал диагностических лабораторий мог всего на всем нажать одну кнопку и с использованием одной кнопки уже понять, а что, собственно говоря, получили в результате анализа конкретного образца. Да, вот так вот закладывается биочип и далее вот с использованием анализаторов флуоресценции получаются такие флуоресцентные картины. Но на самом деле матрица здесь порядка 220 ячеек. Видно, что одни из ячейк вообще не светятся. Вообще да. Другие светятся достаточно ярко. И сравнение вот этих интенсивностей сигналов и позволяет установить в данном случае, в каких из ячейк произошло специфичное связывание, а зная, в каких ячейках закреплены какие зонды, мы можем однозначно говорить о том, что, собственно говоря, явилось причиной изменений в ДНК. Ну, в данном случае, вот видите, тут подсвечены красные ячейки. Это такие мутации, я буду о них говорить чуть позже, которые определяют лекарственную устойчивость. Собственно говоря, вот схематично показана процедура анализа, то есть выбирается шаблон биочипа, соответствующая анализируемому, и пользователь помещает чип в анализатор, нажимает кнопку пуск, и через пару секунд получает автоматический результат, полностью обработка вот этой картины, и далее, ну, в основном сохраняет, печатает сразу для терапевтов информацию, и приносит терапевтам, и соответствующие врачи уже делают вывод, чем лечить больного. Ну, вот, собственно, начиналось это на рубеже 2000-х годов, то есть мы от решения массы фундаментальных задач, связанных с тем, как установить законы взаимодействия между молекулами закрепленных, то есть иммобилизованных зондов и молекулами анализируемого образца, как, собственно говоря, зарегистрировать сигналы, как создать анализаторы флуоресценции и так далее, мы перешли к приложениям для клинической медицинской диагностики, и действительно создали некую панель, некий, ну, действительно, набор продуктов, которые сегодня используются в различных учреждениях, медицинских учреждениях, и, конечно, ну, вот, говоря о микроорганизмах и вирусах, это была, конечно, история с лекарственной источностью возбудителя туберкулеза, о чем я остановлюсь подробнее, поскольку, ну, имел к этому непосредственное отношение. Ну, и проблема была острая в середине 90-х. Да, 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 в середине 90-х. Далее, это целый ряд задач, связанных с анализом генома человека, применительно, конечно же, к онкологическим заболеваниям, в первую очередь, вот лейкемия, как основное онкологическое заболевание у детей раннего возраста, и здесь действительно чипы решали свои задачи. Это ряд задач, связанных и с другими, и с нейроденеративными патологиями, и с установлением причин и генетических причин метаболизма, эффективности метаболизма различных противораковых препаратов. Ну, и, наверное, сегодня одна из таких тоже важных задач, это задача, связанная не с анализом ДНК, а с анализом различных белковых маркеров, маркеров белковой природы, и здесь надо выделить, конечно же, и определение различных онкомаркеров, и установление причин аллергии в каждом конкретном случае, об этом я тоже немножко расскажу, выявление аллергеноспецифичных моноглобулинов различных классов. Конечно же, мы не можем остаться в стороне от текущей ситуации с коронавирусной инфекцией, и делаем тоже, так сказать, в рамках своей задачи, используя преимущество технологии биочипов, делаем такую задачу, и развиваем также истории с поиском маркеров развития аутоиммунных заболеваний, что действительно и ревматоринный артерит, и специфическая волчанка, и другие, другие. Рассейный склероз. Да, совершенно верно. И в том числе и заболевания эндокринного генеза. То есть биочипы вообще сегодня охватывают достаточно широкий спектр задач молекулярной диагностики, относясь как к анализу ДНК, так и к анализу, собственно говоря, белков. И, соответственно, ну что, одна из таких вот проблем, которая остается чрезвычайно важной, и регулярно Всемирная организация здравоохранения подчеркивает, это лекарственная устойчивость микроорганизмов. Сегодня ведущие фармкомпании практически не вкладывают в, так сказать, средства, в развитие новых антибиотиков, просто исходя из той ситуации, что бактерии развивают к ним устойчивость быстрее, чем они внедряются в практику. И, поверьте, это действительно так, вот на примере возбудителя туберкулеза мы действительно это увидели. И, собственно, работа – это такой большой консорциум, который работает на протяжении 20 лет, с 2000 года, с учреждения противотуберкулезной службы. Когда-то они пришли к нам, и мы решили, что давайте попробуем решить некую фундаментальную задачу, связанную с определением устойчивости, к выявлению генетических детерминат устойчивости к наиболее эффективному препарату первого ряда, рифампицина, такой золотой пулей, которая убивала туберкулез и в 70-е, и в 80-е годы. И казалось, что, в принципе, этой инфекции, ну, в общем-то, ее уже не существует. Но болезнь вернулась в 90-е. Отчасти это было связано с неконтролируемым применением неких коктейлей, такая система терапии ДОЦ, ДОЦ+, когда пациентам в 90-е давали 4 препарата в одной таблетке. И, поверьте, это запустило просто фантастический по скорости молекулярный механизм эволюции возбудителя туберкулеза вот этой микобактерии. Когда и сегодня, несмотря на то, что, в принципе, инфекция сейчас взята под контроль, во многом благодаря внедрению вот этой технологии, которая с 2005 года, получив регистрационное удостоверение Росдрафнадзора, позволила, в общем-то, переломить ситуацию в плане лекарственной устойчивости, понять, понимаете, как выявлять детерминанты в случае, вот этот был такой биочип для детекции лекарственной устойчивости к наиболее двум эффективным препаратам эфампицину и изониазину. В случае, если определялись мутации в ДНК конкретного изолята, получаемого от пациента, то ему сразу назначали терапию резервными препаратами, вторхиновонными, инъекционными препаратами. И это действительно явилось таким перевомным моментом, что называется, поскольку каждый пациент, приходящий в клинику и действительно имеющий диагноз легочный туберкулез, его образец анализировали, получали вот эти картинки и решали, чем лечить больного. В 2005 году мы зарегистрировали этот тест. Министерство здравоохранения, ну, скажем так, разрешило нам пилотный эксперимент сначала в восьми крупнейших противотуберкулезных центрах России. Это были Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Саратов. И, собственно, увидели, что да, действительно эта технология работает. Да, эта технология не просто работает, но позволяет спасать людей. И более того, Минздрав оценил, собственно говоря, и экономическую эффективность за счет того, что сокращалось время пребывания больного в стационаре за счет того, что ему давали сразу те препараты, которые именно работают, а не, собственно, вот эти коктейли. И не было необходимости ждать несколько месяцев до получения результата. Ну, вот, собственно, эта технология пошла в практику. И вот сегодня, видите, вот достаточно большое количество и российских, и стационаров учреждений противотуберкулезной службы из стран СНГ, и лабораторий федеральной службы исполнения наказаний, поскольку тюрьмы – это источник, один из основных источников формирования и распространения лекарственной источности возбудителя туберкулеза. Они успешно используют, вот, собственно, эти чипы для того, чтобы лечить людей. То есть лечить людей в смысле того, как влияет результат теста на следующий день после его проведения, для того, чтобы у больного прекращалась бактерия выделения, у больного действительно подходило заживление легких, то есть закрытие вот этих каверн. То есть это вот эксперименты Минздрава, мультицентровые исследования, когда пациентов делили на несколько групп, и, соответственно, одна была контрольная группа, когда она ждала результатов анализа по результатам микробиологического посева, а это несколько месяцев, и далеко не всегда результат был эффективен, а вторая группа получала лечение сразу. И вот видно, что, видите, вот третья группа – это процент больных, а это месяцы. Соответственно, вот это была контрольная группа, которая лечилась по результатам классического анализа посева, а это те больные, которые, собственно говоря, получали терапию на следующий день. Это больные с чувствительной формой туберкулеза или больные, которые были уже устойчивы, выявлены устойчивость. Соответственно, ну вот результаты очевидны, то есть процент излечившихся больных, он действительно в разы при применении вот этой технологии гидрогелевых биочипов для диагностики лекарственной устойчивости к туберкулезу. Но проблема не остановилась на этом. Это все было замечательно где-то на рубеже 2010 года, но микробактерия развивала свою устойчивость и дальше. И, собственно, остановить ее практически невозможно и сейчас, ее можно только контролировать. То есть вот следующим поколением таких вот биочипов для анализа возбудителя туберкулеза стал набор реагентов, который определял устойчивость ко всем препаратам первого и второго ряда. Потому что, поверьте, существующий спектр препаратов для терапии возбудителя туберкулеза крайне ограничен. То есть, ну просто потому, что это такой, так сказать, нано- или микро-танк, обладающий композитной броней, и те же пенициллины, и масса других препаратов просто не проникает. Через клеточную стенку. Поэтому очень важно вот в существующем крайне ограниченном спектре препаратов найти именно те, которые будут действовать на конкретного больного. То есть больные с широкой лекарственной устойчивостью, они действительно представляют реальную опасность для людей. То есть на тех, у которых вообще не действует ни одни противотуберкулезные лекарства. И вот видите, это две картинки. Вот слева показан результат анализа ДНК возбудителя туберкулеза, который чувствителен ко всем противотуберкулезным препаратам. Рифампицину, фторхиновонам, изониазиду и так далее. То есть такого пациента ему повезло, его можно лечить, и он будет излечен. А справа, соответственно, ситуация, когда в ДНК микобактерии существуют мутации, приводящие к устойчивости. Но, по крайней мере, конъекционным препаратам, аминогликозидам мутации нет. И, соответственно, этими препаратами можно по меньшей мере продлить жизнь больного. Но что мы видели в процессе наших исследований с использованием чипов, в процессе применения его в различных регионах России, что, к сожалению, сегодня в России в отношении возбудителя туберкулеза доминируют такие достаточно опасные генотипы семейства Beijing, пекинский вариант, который характеризуется и широкой, и множественной лекарственной устойчивостью. И они все больше вытесняют вот такие вот желто-зеленые формы, то есть зеленые чувствительные, желтое – это полирезистентные, то есть варианты, которые устойчивы к отдельным препаратам. Все больше становится их здесь, и это действительно задача контроля вот этих вот форм, контроля каждого пациента, она сегодня чрезвычайно важна. И, в принципе, вот наш разработанный нами метод, он как раз-таки эту задачу решает. И вот заканчивая эту историю, я хочу сказать, ну вот здесь... Туберкулезную. Туберкулезную историю. Хотя сегодня вот ежегодно наши коллеги уже не мы, а афтезиатры, пульмонологи, они публикуют данные о клинической эффективности технологии. И что особенно отрадно, конечно, это то, что люди лечатся. То есть вот, наверное, с 2005 года уже не один десяток тысяч людей благодаря этой технологии был излечен. И, в общем-то, мы смогли в этом смысле ситуацию переломить. И, в общем-то, я хотел сказать, что вот сегодня вот этот ТБ-тест, вот видите, здесь отложены, что называется, различные противотуберкулезные препараты с разной степенью эффективности. Это режимы химиотерапии в соответствии с приказами Минздрава, в соответствии с текущими медицинскими стандартами. Вот этот тест, он перекрывает практически все четыре основных режима терапии. То есть остается что-то совсем небольшое, которое и в принципе находится на дальней скамье запасных. Но в целом этот тест действительно работает и сохраняет надежду на то, что, в общем-то, туберкулез можно будет победить. А вот, говоря о лекарственно устойчивом туберкулезе в России, это просто некая зашифрованная информация. Но поверьте, сегодня она такова, что даже к совершенно новым препаратам, которые еще и пяти лет нет, то есть они только-только внедрены в медицинскую практику, уже развивается устойчивость. Это отдельная история. То есть мы были первыми, ну просто благодаря тому, что мы очень близки с нашими эфтезиатрами, мы смогли найти и объяснить механизмы формирования устойчивости вот к новейшим противотуберкулезным препаратам. Опять же, ну, исходя вот из этих наших клинических исследований, из анализа когорт пациентов, ну просто сам факт того, что сегодня вот микобактерия остается на пике молекулярной эволюции лекарственной устойчивости. История вот касающаяся возбудителя туберкулеза. В то же время я очень кратко хотел бы рассказать, ну, наверное, другую историю, где биологические микрочипы заняли свое место. Это история о возбудителе инфекции органов репродукции, к которым относятся, как известные, облигатные патогены, такие как возбудители сифилиса или гонореи, ну и целый ряд условно-патогенных микроорганизмов, которые при определенных нарушениях микрофлоры способны вызывать воспалительные процессы. И когда к нам обратились, вот опять же, наши коллеги из Государственного научного центра дерматовой нейрологии и косметологии, их интересовали две задачи. То есть, во-первых, это анализ микробиома соответствующего резервуара и изучение, анализ, собственно, лекарственной устойчивости к абсолютно различным классам антимикробных препаратов. Мы с ними совместно вот сделали эту работу, начиная с 2015 года, уже порядка 20 статей опубликовано. И этот тест сегодня регулярно используется для мониторинга лекарственной устойчивости возбудителя гонореи. Как и туберкулез, этот гонокок, он характеризуется совершенно невероятными способностями развивать лекарственную устойчивость. И, по сути дела, в процессе подселективным действием препаратов, сначала это были пенициллины, потом тетрациклины, потом туркиновоны, ко всему развивается устойчивость. И, конечно же, опять же, понять, какая ситуация в России эпидемиологическая, как пойдет молекулярная эволюция этого возбудителя. Вот эта задача была решена с использованием чипов, наверное, в полном объеме, когда мы ежегодно, получая образцы от наших партнеров, анализируем из порядка 40 регионов России вот такой пол образцов, смотрим и действительно видим, что ситуация, на самом деле, в отличие от туберкулеза, с гонококом отнюдь не настолько драматичная. То есть в отношении тех препаратов, которые уже не действуют, которые уже не применяются, как цифрофлоксацин, тетрациклин, пенициллины, устойчивость есть, но она снижается. Но пока их все равно возвращать в спектр препаратов выбора нельзя. В то же время, что касается цифрофлоксона, это антибиотик из класса цифрофлоспоринов третьего поколения, то, поверьте мне, в России его можно применять, лечить пациентов совершенно спокойно, в отличие от того, что происходит в странах Западной Европы, США, в Японии, где действительно доминируют мультирезистентные клоны. Статьи 2020 года говорят о том, что в Китае уже порядка 50% больных гонококковой инфекцией просто невосприимчивы ни к одному антибиотику. У нас в России, в отличие от туберкулеза, ситуация абсолютно спокойная и стабильная. И действительно, используя наш метод, мы смогли решить эту задачу. И, в принципе, я так думаю, что текущее закрытие границ оно будет способствовать только снижению напряженности и стабилизации в данном вопросе. Я теперь расскажу немножко о задачах, которые, так сказать, непосредственно применяются для анализа генома человека. Да, безусловно, сегодня полное геномное секвенирование и задачи, связанные с расшифровкой полной последовательности генома, так или иначе будут вытеснять вот этот класс чипов. Потому что биочипы для анализа генома человека, они применяются для самых острых вопросов, а именно это онкология, это вопросы, связанные с, опять же, терапией, химиотерапией онкологических заболеваний, с нейродегенеративным заболеванием. То есть биочипы, они развивались действительно тоже, такие биочипы развивались с середины 2000-х годов, и на тот момент очень хорошо решали задачи выявления наиболее клинически важных ДНК-маркеров. Вот применительно к анализу маркеров, таких хромосомных перестроек с образованием химерных или слитных генов, которые, собственно говоря, определяют группу риска у пациентов с диагнозом лейкемии, особенно у детей, поскольку лейкемия – это наиболее распространенный тип онкологического заболевания у детей. И здесь было очень важно сразу определить тип хромосомной транслокации, вот, собственно, тип вот той переструйт-поломки в геноме, которая и определяет, а как пойдет, собственно, болезнь, какой прогноз и чем лечить больного. То есть, чем лечить пациента, то есть, либо это будет трансплантация костного мозга, либо это высокодозная терапия тяжелыми химиопрепаратами, либо это, например, в зависимости от конкретной поломки в геноме, это может быть, вот видите, транслокация, это 15-17, и соответствующие ячейки засветились. Это значит, что терапия трансретиновой кислотой, достаточно мягкой щадящей терапии, она приведет к, вот, что называется, к ремиссии у подавляющих. То есть, такая дифференцированная терапия – это очень важно. Да, это очень важно. И вот этот тест, он был использован тоже в мультицентровых исследованиях, и действительно очень хорошо применяется, и сегодня применяется в детском гематологическом центре имени Димы Рогачева, для того, чтобы, вот, так сказать, на начальном этапе просто отбирать больных и, соответственно, по разным когортам. Это очень важно. Конечно же, задачи, связанные с выявлением отдельных полиморфизмов в геноме человека или мутаций, приводящих к предрасположенности, там, к раку молочной железы, ну, то, что называется, да, мутация борца, это имени Анжелины Джоли, как это говорит. Вот, эти чипы, они тоже нашли свое применение, здесь, как бы, в определенный момент использовались для скрининга и в анкологическом центре имени Бухина, и в других учреждениях. Ну, вот, наверное, таким интересным и современным примером данной технологии является анализ, собственно говоря, соматических мутаций, определяющих тип терапии вот такой нехорошей опухоли, как меланома. Ну, известно, что прогресс в лечении меланомы был связан с созданием таргетных, ряда таргетных препаратов и с внедрением иммунотерапевтических препаратов. Все их эффективность, она определяется на геномном уровне. То есть, есть целый кластер мутаций и полиморфизмов ДНК человека. Проанализировав, соответственно, опухоль, можно понять, чем лечить конкретно больному с меланомой. Опять же, это можно сделать очень быстро, то есть, на следующий день, получив результат, и дальше определить направление терапии. Вот здесь приказан пример. В случае выявления определенной мутации в гене БРАФ, то есть, можно назначить ингибиторы соответствующего белка, виморофенип и доброфенип, и таким образом, в принципе, сделать выбор в плане терапии у порядка 70% больных меланомой. То есть, сегодня это хороший показатель, потому что раньше, понимаете, то есть, при назначении такого диагноза, просто шли, что называется, широким фронтом и пробовали различные методы в зависимости от клинической динамики. То есть, вот такие чипы применялись, по крайней мере, совместно с Российским онкологическим центром Блохина для терапии больных меланомой. Я, пожалуй, пропущу эту задачу и расскажу немножко о мультиплексном иммуноанализе на гидрогелевом чипе. Это другое направление. То есть, опять же, повторюсь, что если применить на канале с ДНК, сегодня биочипы занимают некую промежуточную нишу, снизу подпираемые различными тестами на основе полимеразной цепной реакции, надежными, моноплексными, может быть, не решающими широкий спектр задач, как чипы. Но, тем не менее, они просты и эффективны. С другой стороны, сверху есть технологии полногеномного секвенирования, которые выявляют в любом случае достаточно больший спектр маркеров. Успешность их внедрения во многом определяется тем, конечно же, стоимостью анализа, тем, насколько эффективны будут методы обработки данных и эффективны методы обработки исходного биологического образца. А вот что касается мультиплексного иммуноанализа, то здесь мы анализируем не ДНК, а белки. И взаимодействие белков либо между собой, если это антиген антитела, либо различные взаимодействия, такие как легант белок, гликан, олигосахарид белок. То есть в данной ситуации в ячейках чипа у нас находятся либо иммобилизованные антигены, белковые и небелковые природы, либо иммобилизованные антитела. То есть в зависимости от назначения задачи здесь используются различные подходы. Если мы, например, хотим выявить некий спектр вирусов в мазке, то нам необходимо поместить в ячейки соответствующие антитела к этим вирусам. И зафиксировав взаимодействие антитела с вирусом, сверху добавив проявляющие антитела, то есть это тот самый флоресцент намеченный, вторичный проявляющий антитела, мы регистрируем специфическое свечение данной ячейки. То есть это принцип мультиплексного иммуноанализа. И вот такими примерами, наверное, одним из наиболее ярких примеров такого подхода является созданный нами совместно с германской биотехнологической компанией доктор Фуке биочип для анализа различных аллергенспецифичных иммуноглобулинов. Различных классов. В первую очередь, конечно, класса Е и ИГИ, поскольку именно они определяют развитие аллергии по первому типу, это отек квинки и так далее. И, собственно говоря, ну вот здесь так схематично показано, видите, скварификационный тест на основе кожных проб для оценки того, на что, собственно, у пациента произошла аллергия. И он может быть заменен на анализ сыворотки крови с использованием планшета. А можно взять 50 микролитров этой сыворотки и проанализировать ее на биочипе, получив просто вот такую картинку, которую дальше можно проанализировать и понять, а какие, собственно говоря, что явилось причиной, какой аллерген природный, пыльцевой, то есть природный различных классов, и травы сорные, и, собственно говоря, пыльца и прочее. Это могут быть пищевые аллергены, безусловно, это и яичный белок, и молоко, и так далее. Это могут быть какие-то очень специфические яды, например, рыжий таракан. Это могут быть материалы домашних животных, кошки, собаки. Рыжий таракан аллерген? Да, весь очень аллерген. Ну, вот, собственно говоря, такой биочип, он определяет сегодня, выявляет причины аллергии, то есть уровень аллерген-специфичных иммуноглобулинов класса Е вот к достаточно большому спектру, их там всего 44 таких аллергены, и, соответственно, 44 различных варианта развития аллергии. Видите, то есть пыльца деревьев, сорных трав, луговых трав, злаков, аллерген домашней пыли. Вот я говорю, вот тут есть и этот товарищ тоже. Вот, аллерген плесени и целый кластер пищевых аллергенов. Конечно, мы эту работу делали совместно с детской филатовской больницей. Смотрели большое количество пациентов на протяжении нескольких лет, для того, чтобы, ну, во-первых, понять, а что происходит с возрастом, то есть какие аллергены доминируют на ранней стадии развития человека, какие меняются. Ну, конечно же, понятно, что с возрастом, то есть на ранней стадии это все те же яичный белок, там, кровь и молоко. С возрастом, видите, потом все больше начинают проявляться аллергены другого класса, SIGG4. Это иммуноглобулины класса G, которые блокируют, то есть выступают в роли блокирующих антител, и тем самым доля, собственно говоря, пациентов с такими формами аллергии, она снижается с возрастом, но в то же время все больше роль начинает играть природные аллергены, ну, то есть аллергены там к березу, то есть реакция аллергии на березу, на пыльцу березы, ольхи и так далее. И здесь, в общем-то, вот они остаются. И эти данные были подтверждены вот на примере уже вторичных проявлений, таких как астма, ринит или дерматит, на различные, видите, так сказать, внешние раздражители, то есть на различные аллергены. И все это было показано на соответствующем биочипе, опубликовано, и мы надеемся, что мы будем регистрировать такой тест. А он еще не зарегистрирован. Он не зарегистрирован, потому что, ну, понимаете, здесь просто емкость ЧПА, она очень высока, и мы для каждого нашего зонда, для каждого аллергена, который находится, должны провести достаточно большое количество экспериментов и доказать, что он работает именно так, как надо. То есть его пороговые значения, то есть нижние значения, значения чувствительности, то есть они соответствуют необходимым... То есть вопрос объема большого. Да, это достаточно большие объемы, но тем не менее вот это работает. Немножко расскажу о том, вот, двух задачах, которые сейчас развиваются в рамках белков и мультиплексного иммуноанализа на биочипах. Совместно с Национальным медицинским центром эндокринологии Минздрава мы развиваем такие ЧПы для скрининга, выявления так называемых аутоантител, которые являются маркерами развития тяжелых аутоиммунных заболеваний эндокринной природы. Здесь, видите, сахарный диабет, здесь закреплены в ячейках ЧПа определенные так называемые антигены, аутоантигены, которые специфичны для антител, которые могут проявляться на самых-самых ранних стадиях развития аутоиммунных заболеваний эндокринной природы. Полигвандулярный синдром первого типа, сахарный диабет, болезнь Одессона-Шмидта, связанная с дисфункцией надпочечников, аутоиммунные заболевания щитовидной железы. То есть мы надеемся, что такой метод будет не только контролировать эффективность терапии, но и, возможно, станет скрининговым. По крайней мере, для того, чтобы понимать, с чем мы имеем дело. Да, вот, собственно говоря, на самых ранних стадиях клинического проявления, как можно будет, собственно говоря, какие меры можно будет принять для того, чтобы предотвратить развитие того же, например, сахарного диабета. В отношении коронавирусной инфекции, да, безусловно, сегодня сделан целый ряд замечательных тестов, которые действительно эффективно, четко определяют, во-первых, наличие вируса в мазке. Это понятно, это методы, основанные на амплификации нуклеиновых кислот. Есть методы, которые прекрасно также определяют наличие иммуноглобулинов класса М на острой стадии, класса G чуть позже. Конечно, для этого чип не нужен. Но в то же время, вот ту картину, которую мы имеем сегодня, она во многом непонятна. Почему одни люди заболевают, другие не заболевают? Как связан, даже в одной семье, как связан иммунитет? Может быть, у нас есть, мы уже имеем иммунитет, например, к тем коронавирусам, которые циркулировали в нашей популяции немножко раньше, а их на самом деле не так мало патогенов. Для человека их там более пяти. Например, как зависит иммунитет, если человек болен гриппом или там респираторными вирусами. И здесь действительно биочип это один из наиболее интересных таких вот пока еще аналитических, наверное, не диагностических инструментов, где мы на одном чипе можем смотреть антитела к разным коронавирусам, смотреть вирусам гриппа типов А и Б, респираторно-эстенциальному вирусам, различным аденовирусам, вирусам парагриппа. То есть посмотреть, собственно говоря, вот сейчас у нас будет осень, у нас будет волна различных респираторных заболеваний. И вот с использованием такого чипа можно будет узнать, а что это? Коронавирус. Может быть, это не SARS-CoV-2, а что-то из, так сказать, прошлого. То есть человек имел контакт ранее с другим коронавирусом. Может быть, это вирусы гриппа, сезонные или предыдущие. А может быть, это просто ОРВИ, и тогда никакой специфической терапии, тем более и соответствующего помещения в стационар не требуется. То есть вот эта задача, которая решает микрочип в данном вопросе, это, безусловно, одновременный анализ большого количества различных параметров. Вот, собственно говоря, это его основное свойство. Я вот на этом, наверное, хотел бы остановиться. Но немножко расскажу о будущем, куда мы смотрим вперед. В нашем институте и сегодня в рамках федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019 и 2027 годы проведен конкурс по созданию геномных центров мирового уровня. И наш институт является организацией-координатором по направлению, вот такого координатором, такого центра геномных исследований по направлению генетических технологий для медицины. То есть наш центр называется Центр высокоточного редактирования генетических технологий для биомедицины. И, собственно говоря, направлениями, основными нашими задачами является, собственно, вот создание препаратов нового поколения, основанных на технологиях геномного редактирования для лечения больных. Создание улучшенных геномных редакторов, поскольку точность и эффективность существующих методов редактирования, внесения точечных изменений в геном, на что все так надеются, в принципе, пока недостаточно. Ну да, есть побои, вот эти нецелевые. Да, нецелевые офтардиты, которые, конечно же, это большие риски развития. Скажите, пожалуйста, а вот кроме болезни крови, вот первое, что мне приходит в голову, или там глаза, да. Вот что еще подвластно этому редактированию? Потому что, ну, организм большой, клеток много. Организм большой. Есть глубоко сидящие. Как это редактировать? Я просто не понимаю. Ну, безусловно, подход связан с созданием полуклеток, отредактированных полуклеток и введением их в организм. Таким вот наши коллеги, тоже входящие в наш центр из Российского национального медицинского университета имени Пирогова, фокусируются на решении задачи, связанной с наследственной глухотой. Ну, был у нас Денис Вебриков, он у нас был, да, в этой программе. Вот, наверное, надо с чего-то начинать, и, в принципе, это хорошая модель. Если мы решим эту задачу, это будет замечательно. Ну, там речь идет о половых клетках, об эмбриотах, точнее, о половых. Если удастся решить задачу создания модифицирования клеток, устойчивых к заражению ВИЧ-инфекцией, то есть изменения определенного рецептора... Ну, вот так, чтобы не касаться эмбрионов. Взрослого человека, по-моему, это невозможно. Взрослого человека нет, пока еще невозможно. Только кровь можно, да, и глаз, поскольку он снаружи торчит. Пока так, пока так. То есть я правильно это понимаю. Да, вы абсолютно правы в этом смысле. То есть вот эта задача, связанная с созданием таких вещей... Это понятно. Второй уровень – это создание новых геномных редакторов. Следующая задача – это, вот вы упоминали, онкалитические вирусы и методы иммунотерапии. Четвертая задача связана с созданием животных моделей заболеваний с использованием технологии геномного редактирования. И, например, последняя задача, которую мы предлагаем – это применение вот этих ферментов, которые используются, нуклеаз, которые используются для редактирования, для детекции мишени последовательности нуклеиновых кислот. Мы полагаем, что можно совместить наши технологии гидрогелевых вот этих биочипов и сделать такие вот гибридные молекулы, совмещающие молекулы фермента КАС-13 с соответствующими зондами, их называют направляющие зоной, и все это поместить в одну ячейку, и РНК, и ДНК и так далее. И в случае специфического взаимодействия анализируемой молекулы ДНК или РНК с тем, что у нас находится в ячейке, происходит активация соответствующего фермента, он, что называется, сходит с ума, и далее он работает только в данной ячейке, и мы видим соответствующую флуоресценцию и свечение соответствующего элемента. То есть здесь это, ну, мы их назвали такие CRISPR-биосенсоры, это, в общем-то, новый абсолютно подход, который будет совмещать себе две преимущества двух технологий. Это простота, скорость и изотермичность за счет применения ферментов нуклеаз, и вот все наши, так сказать, достоинства, возможности технологии гидрогелевых биочипов, умение проводить ферментативные реакции, чувствительность, ну, так сказать, готовность к производству, поскольку все это у нас налажено, соответствующая унификация проведена. Мы надеемся, что вот такая технология, она займет свое место, и не только в лабораторной диагностике, применительно к, ну, клиническим лабораториям, но и в плане то, что называется, лебона-чипа, постели больного, когда эти тесты будут просты настолько, что их можно просто, зажав руках, проводить реакцию и потом смотреть, используя импортативного анализатора. Спасибо большое. Я надеюсь, что все это найдет отражение, постепенно будет находить отражение в нашей программе. Мы очень надеемся. Спасибо. По скриптуме, Дмитрий Александрович, у меня, на самом деле, два коротких вопроса. Один про вживляемые гидрогелевые чипы, вот я вычитала, для диагностики в том числе, насколько это реально, американское агентство DARPA обещает в 2021 году сделать такие для диагностики того же самого ковида, вживляемые. Это первый вопрос, может быть, сразу даже задав второй, вы отвечаете, как вам удобно. Про патентование хотела спросить. Рынок биочипов огромен, мировой рынок. Это многие миллионы, миллиарды, десятки миллиардов. Должна быть очень жесткая конкуренция, в том числе и в области патентования. Как вы с этим справляетесь? Как вы выживаете? Какао вам на мировом рынке? Хорошо. Постараюсь, так сказать, ответить с удовольствием на оба вопроса. Касаемо биочипов, так сказать, вживляемых. Ну, конечно, эти подходы, они не вчера начали развиваться. Это связано, например, давно уже известно, что в Израиле сделали биочип, который контролирует уровень инсулина. И, собственно, содержит, он вживляемый содержит. И выпускает по мере необходимости. И выпускает по мере необходимости липосомальные частицы, которые поддерживают уровень инсулина в крови. Замечательная идея, великолепная. То есть им удалось решить вот такую, ну, действительно отдельную, но очень важную задачу. То есть, в принципе, это интересный момент, когда от... То есть, как бы есть понятие терраностика, терапия и диагностика. Вот такой терраностический уже инструмент был создан. И, действительно, он отдельно, конкретные задачи он решил. Насчет биочипов для детекции ковида, я, конечно, понимаю, что это можно сделать. Но нужно ли это сделать? Понимаете, мы... Следующим после ковида могут быть какие-то другие инфекции или болезни. И все. Здесь вопросы этические встанут, наверное, очень остро. Это связано с тем же геномным паспортом и так далее. Насколько плотно можно наспеговывать человека чипами? Да, насколько мы можем контролировать, что он детектирует только ковид, а не что-то там еще, не смотрят. Какие-то метаболиты в организме. Ну, вот, понимаете, здесь этический вопрос. Технический вопрос, да, это очень интересное будет техническое решение. Я думаю, что оно абсолютно достижимо. Это немножко другой формат чипа. Да, это другой, да. Это немного параметрическая диагностика. Это фокусировка на детекции отдельного важного агента. И, соответственно, возможно, будет сразу предложено решение для терапии. Если это будет так, это было бы идеально. То есть, в случае детекции определенного инфекционного агента, блокирующего его антитела или, соответственно, вакцина, да, или что-то еще, замечательное решение. Я не знаю, развивается ли, есть ли такие подходы у нас в стране. Я просто о них ничего не знаю. Ну, вот, как бы, в рамках... Ну, если бы вы, вы бы знали. Да, наверное, было бы здорово. Просто сосредоточиться и действительно решение такой задачи. А про патентование? Знаете, ну, патентование, да, это вопрос, который мы с самого начала, собственно, еще Андреем Даричем... Да, собственно, и аргонская история. Да, аргонская история. У нас было еще несколько таких историй, связанных с зарубежным патентованием. То есть, вот... Стоило, конечно, нервов, да. Сейчас расскажу. Ну, история следующая. Понимаете, зарубежное патентование... Вообще, патент, с нашей точки зрения, это инструмент, который должен работать. Мало получить патент. Его надо продать, его надо лицензировать. Только тогда можно сказать, что, да, действительно, вот... Защититься, да. Нет, созданная интеллектуальная собственность. Она вложена, она работает. Так было сделано Андреем Даричем в случае с соглашением с Аргонской национальной лабораторией, когда на протяжении, наверное, вот всех 90-х годов, там и начала 2000-х годов, мы, как институт и лаборатория, получали от... Уже не от них, а от компаний, которым Аргон лицензировал, это Мотореллы и Пакот Инструментс, эти патенты, получали роялти. И действительно, на протяжении многих лет мы, собственно говоря, это был существенным источником финансирования в те годы. Конечно, мы со своей стороны попытались эту же ситуацию организовать и у нас в стране. Мы создали дочернюю компанию по институте по 217-му федеральному закону. И в качестве уставного капитала мы внесли исключительное право на использование 19 патентов, защищающих технологии гидрогелевых биочипов. И эта компания сегодня производит вот эти продукты, биочипы, на условиях лицензионных соглашений. Она продает их для диагностики туберкулеза, для диагностики различных заболеваний, ну, онкологических заболеваний человека и других. И тем самым вот эти роялти ежегодно вращаются в институт в качестве внебюджетных средств и используются для, собственно говоря, вклада для следующих разработок. Говоря о зарубежном патентовании, это большие средства. Если до 2013 года, когда в Российской Академии Наук существовал отдел, который по патентованию, который совместно с экспертами выделял средства на первичную патентную заявку, на то, чтобы ее запустить по процедуре PCT, далее ежегодно мы обосновывали необходимость поддержания патентов, потому что стоимость поддержания зарубежного патента из года в год, она растет очень серьезно. Сейчас, конечно, к сожалению, такого вот в плане и в Федеральном агентстве научных организаций, Министерстве науки высшего образования, пока такого отдела нет. То есть мы стараемся приоритетнее для нас вот эти патенты, которые, так сказать, для нас важны, как портфолио института, поддерживать просто из собственных средств. Но средства это достаточно большие. Ну, в качестве одного из примеров я просто не стал затрагивать эту работу. Просто вот у нас была задача совместная с французской лабораторией вирусологии в госпитале университета города Тулуза, где мы разработали биочип для идентификации различных вариантов вируса гепатита С. Это была замечательная такая совместная история. Я в ней принимал, можно сказать, ключевое участие. И вот был получен целый ряд патентов и европейских, и евразийских совместных, и потом российских. Собственно говоря, мы рассчитывали на то, что была привлечена французская компания Argent Biosoft для доведения уже и сертификации вот этого теста по стандартам ЕС. Поскольку у нас были замечательные диагностические характеристики, мы очень хорошо опубликовали эту работу. И на протяжении там пары лет они занимались этими вопросами. Но далее, поскольку действительно среда высококонкурентная, и так получилось, что они были просто, поскольку компания маленькая, поглощены транснациональным гигантом компании BioMirio, у которой были свои интересы. То есть мы рассчитывали на то, что эти патенты будут лицензированы. Ну а дальше там уже, в общем, были... Это уже к чипам отношения не имеется. Да, и в общем, как-то эта тема, она у нас сошла. Но вот я к тому, что вот история с лицензированием здесь крайне важная. То есть вот, поскольку все меняется очень быстро. Как и в случае IT, биологической технологии биочипов и другие технологии обработки биологичной, анализа биоматериала, они прогрессируют из года в год. Поэтому, ну вот, понимаете, от каких-то пациентов просто приходится отказываться, потому что это устаревает, это уже не актуально. Если пациенты лицензированы, они вложены, они работают, то, соответственно, это, наверное, замечательный пример того, что можно сделать. Вот, собственно, вот на этом я хотел сказать. Спасибо еще раз. Успехов вам.